Министерство внутренних дел Российской Федерации отправило повторный запрос в Центральное бюро Интерпола в связи с задержанием в Турции влиятельного вора в законе Надира Салифова. Вопрос о возможной экстрадиции в Россию криминального генерала, который находится в международном розыске, пока не решен. В случае, если он окажется в московском СИЗО, ему могут припомнить и ряд старых убийств. Например, расстрелы законников Хикмета Мухтарова и Чингиза Ахундова. Как рассказал агентству Росболт, источник в правоохранительных органах, после того, как в начале октября 2018 года Лоту Гули был первый раз задержан в Турции, Министерство внутренних дел Российской Федерации отправило в Интерпол документы о том, что Салифов находится в международном розыске и Российская Федерация просит о его экстрадиции в Москву. Однако никакого ответа не последовало. Более того, появилась информация, что Лоту Гули отпустили с запретом покидать Турцию, а потом вновь задержали. Министерство внутренних дел Российской Федерации 25 октября отправило в Интерпол повторный запрос, рассчитывая, на этот раз все же получить ответ. Больших иллюзий строить не надо. Турция согласится его экстрадировать, только если он натворил что-то совсем ужасное, полагает источник агентства. В России Лоту Гули ждут обвинения в двух случаях организации похищения людей и вымогательстве денег. По информации Росболта, также ему могут инкриминировать и статью 209 Уголовного Кодекса Российской Федерации, бандитизм. Если Салифов все же окажется в московском СИЗО, оперативники намерены поднять и старые дела о громких убийствах, ниточки от которых ведут Гули. В первую очередь, речь идет о войне Салифова с вором в законе Хикметом Мухтаровым. Они вместе сидели в одной из колоний Азербайджана, а накануне выхода Хикмета на свободу между мафиози произошел конфликт, закончившийся дракой. Мухтаров и Салифов стали злейшими врагами. Осевший в столице Российской Федерации Хикмет и его ближайший приятель Чингис Ахундов начали отодвигать людей Гули от всех кормушек в московском регионе. Также они развернули целую кампанию по дискредитации Гули в воровском мире. В частности, ему ставилось в упрек неподобающее поведение в колонии. Противникам Салифова удалось добиться того, что на одной из сходок он был раскоронован. Сам Гули это решение не признал, продолжал называть себя вором в законе. При этом ему удалось сохранить полный контроль над криминальной жизнью в азербайджанских колониях. С обидчиками Салифов всегда разбирался радикально. Не стал исключением и этот случай. В 2006 году в Москве последовательно были застреляны Хикмет и Чингис. Есть материалы, указывающие, что оба преступления были совершены по команде Салифова. Если его экстрадируют, можно заново будет вернуться к данным делам, полагает источник агентства. Стоит отметить, что до задержания в Турции Гули побывал в СИЗО в Черногории, но сумел спокойно покинуть эту страну. В августе 2018 года Салифов по паспорту на другую фамилию прибыл в Черногорию для того, чтобы 28 числа с помпой отметить там свой день рождения. Мероприятие должно было превратиться в гигантскую сходку законников, которая показала бы могущество лоту Гули. Но в аэропорту Салифов был задержан, поскольку находился в международном розыске. Из Москвы оперативно поступили материалы на его экстрадицию. Однако черногорские власти известили российских коллег, что, продержав лоту Гули двое суток в СИЗО, отпустили его на все четыре стороны. В обосновании своих действий они отметили, что вор в законе в указанные периоды никак не мог совершить похищение и вымогательство в России, так как отбывал длительный срок в азербайджанской тюрьме. Между тем, в документах, поступивших из Москвы в Черногорию, было прямо указано на то, что вымогательство Салифов совершал из колонии посредством скайп. Именно через средства интернет-связи он отдавал распоряжение своим боевикам в России, в том числе, и о похищении людей. В августе источники разболта в правоохранительном блоке предположили, что на события в Черногории мог оказать влияние финансовый фактор Салифов один из самых богатых воров в законе.